Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Слава Богу, что Он воскрес! Я бы хотел прочитать от Луки 23 глава, 33 до 43 стишка. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его из злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними, и начальники говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос избранный Божий». Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И было над Ним написано словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повышенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив уминал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, но и ты будешь со мной в раю». Я бы хотел поговорить об Иисусе, когда Его распяли, когда Его били, когда на Его плевали. Он не говорил, «Господи, истреби их!» Он говорил, «Господи, прости их, ибо не знают, что делают». Иисус показал нам пример, как прощать и любить до последнего. «А если вас били, а если на вас плюнули, как вы бы поступили?» Даже из одних повешенных злодеев на диво смеялся. Он говорил, «Если ты царь иудейский, спаси себя и нас». А другой ему сказал наоборот, что мы одни, знаешь, почему мы здесь? Потому что это наше наказание. А этот человек ничего худого не сделал. Он сказал Иисусу, «Помни, помни меня, когда придешь в царство твое». Иисус верил, что он покаялся и сказал, «Истинно говорю тебе, на это будешь со мной в раю». И еще в Библии написано, что первые иду последними, а последние иду первыми. Аминь.